И снова здравствуйте, Блендер 2.8 и давайте продолжать изучать как моделировать именно предметы в Блендер. В этом ролике давайте рассмотрим бутылку. Очень нужна мне бутылка именно для The Brush. Хочу сделать самурая, чтобы в кафе сидел, бутылка была, меч и так далее. Прикольная наверное будет тема, но посмотрим. Делаем бутылку, убираем баннер, левая кнопка мыши, убираем, колесико нажимаем, можем крутить. И теперь жмем Delete на клавиатуре. Нам здесь понадобится именно Mesh и выбираем цилиндр. Вот появился у нас вот такой примитив. Следом что делаем, переходим в табуляцию, нажимаем Edit Mode. Выбираем полигоны или вершины. Вот пусть вершины. Левая кнопка мыши снимаем. Ctrl-Shift, пардон, Shift-Alt. Выделяем все полигоны круглые вот эти. Появляются у нас и вершины, и полигоны выделяются. И жмем X, жмем удалить фейсы. И проделаем то же самое с дном. Нажимаем Shift-Alt. Выделяем вершины. Только теперь нижние. Вот так вот. Выделяется опять же полигон. И жмем X, и жмем фейсы. Вот заготовка уже получилась. Следом нажимаем Shift-Alt. Выделяем верхние все вершины. И колесиком немножко уменьшаем заготовку. Вот так. Можем переключиться на Transform, можем на Move. Если переключаемся на Move, можем сразу вытянуть вот так вот заготовку кверху. И уже потом ее делить. Тогда она будет ровная, все нормально. Ctrl-Z. Также можно E нажимать, экстрагировать. Ну, здесь вы видите, что чуть может появиться кривизна. Ctrl-Z. Вытягиваем полностью вот эту заготовку кверху. Вот таким вот образом. И колесиком опять же приближаем. Зажимая Shift и зажимая колесиком, можем двигать предмет. Примитив. Снимаем выделение левой кнопкой мыши. И добавим лупов. Loop-Cut. Вот этот. Выбираем ребро. И по ребру где-то, ну, вот тут один поставим. И чуть-чуть Shift, зажатое колесико. Опустим заготовку и поднимем один луп где-то вот сюда. Один луп вот здесь поставим. Вот так чуть побольше его делаем. И один луп поставим в эту сторону. Вот так. Вот на это место. Ну и будем работать теперь с вершинами, ребрами, гранями. Снимаем выделение. Отключаем Face. Так. Отключаем Loop-Cut. Включаем Select Box. Щелкаем левой кнопкой мыши. И теперь Shift, Alt. Выделяем вершины вот эти верхние. Нажимаем S английскую. И уводим где-то вот сюда. Следом снимаем выделение. Щелчок левой кнопкой мыши. Опять же Shift, Alt. Щелкаем вершины. Опять же S. За Shift, Alt. Спасибо Никите. Написал, что вот такая штука есть выделение. Благодарствуем. Ну и теперь левая кнопка мыши снимаем. И Shift, Alt. Задерживаем. И нажимаем опять же вершины. И опять же можно использовать немножко S. Вот где-то вот таким вот образом. Не до конца доводим. Снимаем выделение. Щелчок левой кнопкой мыши. Shift, Alt. И опять же выделяем вершины. Можно переключиться на ребро. Выделяем ребра. Так удобнее будет, наверное. И жмём S. Вот так вот аж уменьшаем. И, наверное, верхнюю часть ещё можно увести. Так. Жмём S. Наверное, ещё больше уводим. И поработаем опять же с этими частями. Уже подгадаем. Просто я референции не использую. Так сказать, на память. И опять же Shift, Alt. S. Чуть-чуть поменьше. Снимаем выделение. Щелчок левой кнопкой мыши. Shift, Alt. Выделяем ребро. И опять же S. Вот так вот. Shift, Alt. И опять же ребром и S. Где-то вот так вот. Заготовка есть. Вот такая штука. Добавим теперь здесь лупов ещё. Снимаем выделение ребер. Добавим Loop Cut. И добавим здесь где-то 3 лупа. Вот так вот. И добавим тут ещё 2 лупа. Включим Select Box. И попробуем с верхних начинать работать. Опять же Shift, Alt и S. Чуть-чуть вот так вот раздвигаем. Снимаем выделение. Опять же Shift, Alt. Alt, S. Потихоньку, не спешим. Вот подгадать надо. Ну вот так вот где-то. Ну и вот это тоже чуть-чуть подтянем. Снимаем выделение. Shift, Alt. И чуть-чуть S добавим. Чуть-чуть. Вот. Где-то вот. Ну вот так вот где-то. Чтобы удалить какой-то луп. Вот допустим Shift, Alt нажимаем. Вот этот луп нам не нужен. Мы его выделяем. Нажимаем X и Edge Loop. Вот мы его удалили. Он нам больше не нужен. Ну и с нижней давайте чуть-чуть поработаем. Shift, Alt. Выделяем. S. Чуть-чуть её вытягиваем. И вот так снимаем выделение. Shift, Alt. И ещё раз одно ребро выделяем. И жмём S. И немножко потихоньку его вот так вот делаем. Что ещё можно сделать? Ну вот такая вот бутылка получилась. Горлышко большеватое возможно. Но можно здесь вот поработать именно. Опять же выделяя ребра, жмём B. Выделяем все вот так вот верхние ребра. И жмём S. Ctrl Z. Чтобы все выделились, если вдруг пошёл какой-то косяк. При выделении из клавиши B надо нажать Show X-Ray. И теперь они выделятся все. Нажимаем. Можно просто вот так вот выделить. Левая кнопка мыши или клавиша B. Смотрим со всех сторон. Всё выделилось. И жмём, чтобы видеть всю бутылку S. И немножко делаем её вот так вот поменьше. Снимаем выделение. Ну вот уже кое-что. Так. Зажатое колёсико Shift. Так. Здесь пока лупы не будем добавлять. Давайте с дном поработаем. Shift. Зажатое колёсико. Отключаем Show X-Ray. И добавляем опять же LoopCut. Вот сюда вот один добавим. Вот так вот. И ещё. Один добавим вот сюда вот так. Посмотрим, если двух хватит. Давайте на ещё третий добавим. Где-то зима-лето. Ctrl Z. Вот под этим, наверное, нижним добавим. Переключаемся на Select Box. И вот попробуем теперь дно оформить. Shift Alt. Выделяем ребро. S. Вот где-то так. И можно, если что-то не так пошло, то G нажать. И уже приподнять его вот так вот. Кверху. Смотрим, чтобы со всех сторон ровно приподнялся. Чтобы не было перекосов. Если что-то подкорректировать, то можно использовать уже МОГ. Вот так вот. Где-то подровнять. Ну и снимаем выделение. Shift Alt. Выделяем ещё одно ребро. Можно его вот так вот приподнять. Кверху. И S нажимаем. И вводим ещё больше. Вот так вот где-то. Снимаем выделение. Опять же Shift Alt. Выделяем ребро. И жмём S. И уже уводим его. Вот так ещё можно побольше. Смотрим, как тут стало. Вы видите, что почти закрылось. Но можно использовать другой способ. Ctrl Z, Ctrl Z. Вот так всё это дело уберём пока. Сделаем меньше лупов. Пусть два будет. И теперь S. Вот так чуть-чуть уводим. Немножко приподнимаем. Ну и вот эту теперь нижнюю. Shift Alt. Выделяем ребра. S. И немножко вот так вот её уводим. Следом. Выделим ещё раз вот эту Shift Alt. И немножко сделаем S. Смотрим, чтобы здесь нигде ломка не пошла. Вот что-то тут уже потянуло. Ctrl Z. Снимаем ещё выделение. Значит где-то что-то выделилось. И Shift Alt. Выделяем. Жмём S. И немножко вот так вот её поменьше оформляем. Вот таким вот образом. Добавим теперь. Вот можно добавить луп. Вот сюда вот так. И нажать S. И немножко его. Чуть-чуть сделать. Ну так побольше. Где-то в таком духе. Снимаем выделение. Снимаем выделение. И опять Shift Alt. Выделяем вот это ребро. Приключаемся на MOV или хотя бы Transform. И поднимаем кверху. Ну чтобы видеть нажимаем Z и переключаемся на Warframe. Чтобы было видно где что поднимается. Вот таким вот образом. Теперь жмём E. Немножко вот так раз. И S сужаем. И опять же E. Экстрадируем. И немножко S сужаем. Вот получается у нас вот такое вот отверстие. Вот можно до конца так конечно идти. И закрыть уже отверстие. Пустоту. Так. Вершины у нас. Можно переключиться на вершины. Нажимаем Alt M. По прошлым роликам. И нажимаем Alt Center. Всё. Центр закрыт. Затянуло его. Всё прикольно. Всё хорошо. Зажатое колёсико Shift. Вот так всё это дело уменьшаем. Что ещё можно сделать? Нам нужно теперь именно уйти вот это в глубину Z. Приверсалит включаем. Пока смотрим что тут да как. Shift Alt. Выделяем все вершины. Переключимся наверное лучше на ребра. Shift Alt. Верхние ребра. Теперь можно Z. Park Frame. Чтобы видеть. И немножко всё это делая. E приподнимаем. И S. Вот так вот уводим. Следом смотрим что тут получилось. Можем переключиться на MOV. Или использовать клавишу G. Вот так немножко. Следом жмём E. Опять же экстрадируем. Зажимаем колёсико Shift. И вот это экстрадируемое давайте ровненько вот так вот опустим до самого низа. Смотрим как оно тут чтоб ровно было. Shift зажатое колёсико. И опять же всё это дело. Но не до конца. Вот так где-то опускаем. Получается вот такая заготовка. И можно добавлять теперь лупы. И уже с этими лупами работать. Расширять внутри вот эту вот вставку. Так что тут ещё можно сделать. Добавляем вот так вот лупы. Можно Ctrl R конечно использовать. Но вот так вот будет наверное поточнее пока. И добавляем вот сюда вот именно вот эти лупы. Добавим теперь луп сюда. И можно его зажимать левая кнопка мыши. И вот так вот передвигать на то место куда нам надо. Так это вот сюда. Это вот сюда подставить. Это вот на горлышко. Ну и в принципе хватит. Отключаемся теперь луп кут. Кат. И попробуем S. И вот это всё дело вот так расширить. Снимаем выделение Shift. Shift Alt. Опять же S. Ух ты много. И немножко вот так всё это дело подравниваем. Опять же жмём. Снимаем выделение. Левая кнопка мыши и Shift Alt. Это не то. Зажатое колёсико. Крутим, вертим, смотрим. Где тут что. Отключаем шоу X-Ray. И вот так вот теперь попробуем изнутри изучить нашу бутылку. Вот так. Shift Alt. Вот она выделена. Снимаем выделение. Опять же Shift Alt. Смотрим, чтобы вы видите, что ребро другое выделилось. Это не надо. Это нехорошо. Shift Alt. И опять же S. Расширяем это делу. Вот так вот где-то. Снимаем выделение. Shift Alt. Выделяем ещё ребром. Жмём S. И потихоньку вот так внутренность моделируем. Зажатое колёсико. Левая кнопка мыши. А. Зажатое колёсико. Shift зажатый. Всё это дело опять же выделяет. Так. Shift Alt. И опять же выделяем. И S. Вот. Это многовато. Ctrl Z. Shift Alt. И S. Вот так вот. Зажатое колёсико. Shift передвигает. Снимаем выделение. Щелчок левой кнопкой мыши. Shift Alt. S. Чуть-чуть нападать. Вот так. Снимаем выделение. Shift Alt. И опять же S нажимаем. И вытягиваем бутылку. Shift Alt. S. Ctrl Z. Что-то зацепил. Shift Alt. И S. Вот так вытягиваем. Shift Alt. S. Вытягиваем. Выравниваем. Зажатое колёсико. Shift опять же переносим. Shift Alt. Много лупов поставил. Ну давайте вот эти два удалим. Нажимаем. Нажимаем. И жмём. И жмём. Снимаем выделение. Можно один лупу здесь ещё добавить. И теперь S. В середину от этого лупа вытягиваем. Снимаем выделение. Shift Alt. И опять же S. Хорошая для тренировки. Предмет. Бутылка. Запоминается. И кстати очень отрабатывает вот эти Shift Alt на бутылке. Так что рекомендую. Ну и опять же Shift Alt. Находим ребро. И S. Вот так вот. Чуть-чуть поменьше. Теперь жмём E. Немножко экстрадируем. Можем переключиться на Move. Или ротацию. И вот так вот всё это дело ровненько вытянуть. Ну и опять же S. Только теперь уменьшить. Экстрадировать. Вниз. И теперь можно всё это дело закрыть. Вот эту штуку. Нажимаем Alt. M. И жмём от центра. Всё. Мы её закрыли тоже. Всё нормально. Переключаемся. Переключаемся. Табуляция Object Mode. Подключаем Show X-Ray. Жмём Z Solid. Включаем. И вот вы видите, что внутри уже прикольная бутылка. И вот так она выглядит. Это без референсов. Просто... Ну, словом, получилась вот такая бутылка. Прикольная. Вот такой метод моделирования. На скорую руку. Ничего так бутылка. Первый раз вышла прям и нормально. Вроде не настолько кривая. И не настолько убогая. Ну, как в ресторан к самураям. Наверное, пойдёт. Всё. Всем пока. До свидания. Лайк, дизлайк, как обычно, кстати. Продолжение следует.